Сегодня попробуем разобраться, почему с утра у диабетиков случается повышение сахара в крови. Контроль гликемии уровня сахара в крови – типичная процедура для больных с диагнозом сахарный диабет. Повышение глюкозы сигнализирует о том, что в обменных процессах организма происходит сбой, требуются корректирующие меры. Подъем сахара до критических значений в утреннее время – особенная проблема для диабетиков. Зачастую скачки показателя глюкозы мало связаны с внешними факторами. Повышение сахара по утрам – внешние причины. К внешним катализаторам повышения глюкозы в крови в утренние часы можно отнести следующие. Бесконтрольное употребление пищи. Употребляемая пища – главный фактор скачков сахара в крови. Помимо строго запрещенных продуктов блюд с высоким гликемическим индексом, перед сном следует избегать еды, богатой белками и жирами. Данные нутриенты долго усваиваются организмом. Если переборщить с их количеством, через 3-5 часов можно зафиксировать значительные скачки глюкозы. Недостаток принятого инсулина накануне или полное отсутствие необходимой дозы. Если дозу принимаемого гормона нарушить, это приведет к плавному повышению уровня сахара в крови. Решить проблему помогут регулярные замеры. Нарастающее количество глюкозы в организме – повод скорректировать количество вводимого в кровь инсулина. Существуют и внутренние факторы скачков сахара в крови по утрам. В эндокринологии выделяют два феномена, которые присущи значительному количеству больных сахарным диабетом первого и второго типа. Это эффект Сомоджи и феномен утренней зари. Эффект Сомоджи развивается как защитный ответ организма на гипогликемию. Если в ночные часы сахар опускается до низкого значения, включается оборонительная реакция. В кровь выделяются контринсулярные гормоны, которые активируют высвобождение из печени запасов глюкозы в избыточном количестве. При эффекте Сомоджи возможно появление сопутствующих симптомов – слабости головокружения, гипергидроз, чрезмерная потливость, повышенный аппетит. Феномен утренней зари – проявление естественного характера работы поджелудочной железы. В промежутке между полуночью и тремя часами ночи данный орган не вырабатывает инсулин, ведь у организма просто нет такой потребности. Как следствие, в период с 3 до 8 часов утра уровень глюкозы в крови резко повышается, так происходит в организме каждого человека. Однако на самочувствии здоровых людей данный феномен не отражается. Утром вырабатывается ровно столько гормона, сколько требуется для нормализации метаболических процессов. Диабетики переносят подобное проявление тяжелее. Их поджелудочная железа не в состоянии компенсировать переизбыток сахара, что выражается завышенными показателями глюкозы. Как скорректировать показатели? Принимаемые меры зависят от причин скачков сахара. Определить их поможет лечащий врач. Как только причина установлена, можно приступать к активным действиям. Рекомендации при эффекте Сомаджи. Регулярный контроль уровня сахара с помощью глюкометра, соблюдение диеты, отказ от алкоголя, отсутствие физических перегрузок. Страдающим от феномена утренней зари следует избегать приемов пищи после 19 часов. В вечернее время ограничивать употребление продуктов, богатых растительной клетчаткой. Также вводить инсулин пролонгированного действия в период между часом и тремя часами ночи. В тяжелых случаях рекомендовано использование инсулиновой помпы. Описанные состояния легко поддаются коррекции при назначении грамотной схемы лечения и соблюдении всех предписаний врача. Для предотвращения утренней гипергликемии важно применять правильно подобранные препараты, снижающие сахар, придерживаться сбалансированного питания и умеренных физических нагрузок. Берегите себя и будьте здоровы!